Глава семнадцатая. Беспокойный день. Кто был в наличности, не находились при деле на своих местах, а все сидели на подоконниках окон, выходящих на садовую, и смотрели на то, что делается под стеною варьете. Под этой стеной в два ряда лепилась многотысячная очередь, хвост которой находился на Кудринской площади. В голове этой очереди стояло примерно два десятка хорошо известных в театральной Москве барышников. Очередь держала себя очень взволнованно, привлекала внимание струившихся мимо граждан и занималась обсуждением зажигательных рассказов о вчерашнем невиданном сеансе черной магии. Эти же рассказы привели в величайшее смущение бухгалтера Василия Степановича, который накануне на спектакле не был. Капельдинеры рассказывали бог знает что, в том числе, как после окончания знаменитого сеанса некоторые гражданки в неприличном виде бегали по улице и прочее в том же роде. Скромный и тихий Василий Степанович только моргал глазами, слушая росказни обо всех этих чудесах, и решительно не знал, что ему предпринять. А между тем предпринимать нужно было что-то, и именно ему, так как он теперь оказался старшим во всей команде варьете. К десяти часам утра очередь жаждущих билетов до того взбухла, что о ней достигли слухи до милиции, и с удивительной быстротой были присланы как пешие, так и конные наряды, которые эту очередь и привели в некоторый порядок. Однако и стоящая в порядке змея длиной в километр сама по себе уже представляла великий соблазн и приводила гражданно-садовой в полное изумление. Это было снаружи, а внутри варьете тоже было очень неладно. С самого раннего утра начали звонить, и звонили непрерывно телефоны в кабинете Лиходеева, в кабинете Римского, в бухгалтерии, в кассе и в кабинете Варенухи. Василий Степанович сперва отвечал что-то. Отвечал и кассирша, бормотали что-то в телефон Капельдинеры, а потом и вовсе перестали отвечать. Потому что на вопросы, где Лиходеев в Варенуха Римский, отвечать было решительно нечего. Сперва пробовали отделаться словами Лиходеев на квартире, а из города отвечали, что звонили на квартиру, и что квартира говорит, что Лиходеев в Варьете. Позвонила взволнованная дама, стала требовать Римского. Ей посоветовали позвонить к жене его, на что трубка, зарыдав, ответила, что она и есть жена, и что Римского нигде нет. Начиналась какая-то чепуха. Уборщица уже всем рассказала, что, явившись в кабинет финдиректору убирать, увидела, что дверь Насти, шлампы горят, окно в сад разбито, кресло валяется на полу, и никого нет. В одиннадцатом часу ворвалась в Варьете мадам Римская. Она рыдала и заламывала руки. Василий Степанович совершенно растерялся и не знал, что ей посоветовать. А в половине одиннадцатого явилась милиция. Первый же и совершенно резонный ее вопрос был. «Ну, что у вас тут происходит, граждане? В чем дело?» Команда отступила, выставив вперед бледного и взволнованного Василия Степановича. Пришлось называть вещи своими именами и признаться в том, что администрация Варьете в лице директора, финдиректора и администратора пропали и находится неизвестно где, что конферансье после вчерашнего сеанса был отвезен в психиатрическую лечебницу, и что, коротко говоря, этот вчерашний сеанс был прямо скандальным сеансом. Рыдающую мадам Римскую, сколько можно успокоив, отправили домой и более всего заинтересовались рассказом уборщицы о том, в каком виде был найден кабинет финдиректора. Служащих попросили отправиться к своим местам и заняться делом, и через короткое время в здании Варьете появилось следствие в сопровождении остроухой, мускулистой, цвета папиросного пепла собаки с чрезвычайно умными глазами. Среди служащих Варьете тотчас разнеслось шушуканье о том, что пес — никто иной, как знаменитый туз-бубен. И точно! Это был он! Поведение его изумило всех. Лишь только туз-бубен вбежал в кабинет финдиректора, он зарычал, оскалив чудовищные желтоватые клыки, затем лег на брюхо и с каким-то выражением тоски и в то же время ярости в глазах пополз к разбитому окну. Преодолев свой страх, он вдруг вскочил на подоконник и, задрав острую морду вверх, дико и злобно завыл. Он не хотел уходить с окна, рычал и вздрагивал, и порывался прыгнуть вниз. Пса вывели из кабинета и пустили его в вестибюль. Оттуда он вышел через парадный ход на улицу и привел следовавших за ним к таксомоторной стоянке. Возле нее он след, по которому шел, потерял. После этого Тузбубен увезли. Следствие расположилось в кабинете Варенухи, куда и стало по очереди вызывать тех служащих варьете, которые были свидетелями вчерашних происшествий во время сеанса. Нужно сказать, что следствию на каждом шагу приходилось преодолевать непредвиденные трудности. Ниточка то и дело рвалась в руках. Афиш-то были? Были, но за ночь их заклеили новыми, и теперь ни одной нет, хоть убей. Откуда взялся этот маг-то самый? А кто же его знает? Стал быть, с ним заключали договор? Надо полагать, отвечал взволнованный Василий Степанович. А ежели заключали, то он должен был пройти через бухгалтерию? Все непременно, отвечал, волнуюсь Василий Степанович. — Так где же он? — Нету, — отвечал бухгалтер, но все более бледнее, разводя руками. И действительно, ни в папках бухгалтерии, ни у фендиректора, ни у Лиходеева, ни у Варенухи никаких следов договора нет. — Как фамилия-то этого мага? — Василий Степанович не знает. Он не был вчера на сеансе. Капельдинеры не знают. Билетная кассирша морщила лоб, морщила, думала, думала. Наконец сказала. — Во, кажись я, Воланд. — А может быть и не Воланд? — Может быть и не Воланд. — Может быть и Фаланд. Выяснилось, что в бюро иностранцев ни о каком Воланде, а равно так же и Фаланде, маги ровно ничего не слыхали. Курьер Карпов сообщил, что будто бы этот самый маг остановился на квартире у Лиходеева. На квартире, конечно, тотчас побывали. Никакого мага там не оказалось. Самого Лиходеева тоже нет. Домработницы Груни нет, и куда она одевалась, никто не знает. Председателя правления Никанора Ивановича нету, пролежнего нету. Выходило что-то совершенно несусветимое. Пропала вся головка администрации. Вчера был странный скандальный сеанс, а кто его производил и по чьему наущению, неизвестно. А дело тем временем шло к полудню, когда должна была открыться касса. Но об этом, конечно, не могло быть и разговора. На дверях варьете тут же был вывешен громадный кусок картона с надписью «Сегодняшний спектакль отменяется». В очереди началось волнение, начиная с головы ее, но, поволновавшись, она все-таки стала разрушаться. И через час примерно от нее на садовой не осталось и следа. Следствие отбыло для того, чтобы продолжать свою работу в другом месте, служащих отпустили, оставив только дежурных, и дверь в варьете заперли. Бухгалтеру Василию Степановичу срочно предстояло выполнить две задачи. Во-первых, съездить в комиссию зрелища увеселения облегченного типа с докладом о вчерашних происшествиях. А во-вторых, побывать в финзрелищном секторе для того, чтобы сдать вчерашнюю кассу – 21 711 рублей. Аккуратный исполнительный Василий Степанович упаковал деньги в газетную бумагу, бечевкой перекрестил пакет, уложил его в портфель и, прекрасно зная инструкцию, направился, конечно, не к автобусу или трамваю, а к таксомоторной остановке. Лишь только шоферы трех машин увидели пассажира, спешащего на стоянку с туго набитым портфелем, как все трое из-под носа у него уехали пустыми, почему-то при этом злобно оглядываясь. Пораженный этим обстоятельством бухгалтер долгое время стоял столбом, соображая, что бы это значило. Минуты через три подкатила пустая машина, и лицо шофера сразу перекосилось, лишь только он увидел пассажира. — Свободна машина! — изумленно кашельно спросил Василий Степанович. — Деньги покажите! — со злобой ответил шофер, не глядя на пассажира. Все более поражаясь, бухгалтер, зажав драгоценный портфель под мышкой, вытащил из бумажника червонец и показал его шоферу. — Не поеду! — кратко сказал тот. — Я извиняюсь! — начал было бухгалтер, но шофер его перебил. — Трешки есть? — совершенно сбитый с толку бухгалтер вынул из бумажника две трешки и показал шоферу. — Садитесь! — крикнул тот и хлопнул по флажку счетчика так, что чуть не сломал его. — Поехали! — Сдачи, что ли, нету? — робко спросил бухгалтер. — Полный карман сдачи! — заорал шофер, и в зеркальце отразились его наливающиеся кровью глаза. — Третий случай со мной сегодня! — Да и с другими тоже было! — Дает какой-то сукин сын червонец! Я ему сдачи четыре пятьдесят! — Вылез, сволочь! Минут через пять смотрю вместо червонца бумажка с нарзанной бутылки! Тут шофер произнес несколько непечатных слов. — Другой, Назубовский, червонец, даю сдачи три рубля! Ушел! Я полез в кошелек, а оттуда пчела! Тяп за палец! — Ах ты! Шофер опять вклеил непечатные слова. — А червонца нету! Вчера в этом варьете... — Непечатные слова. — Какая-то гадюка-фокусник сеанс с червонцами заделал! — Непечатные слова. Бухгалтер обомлел, съежился и сделал такой вид, как будто и самое слово варьете он слышит впервые. А сам подумал. — Ну-ну! Приехав куда нужно, расплатившись благополучно, бухгалтер вошел в здание и устремился по коридору туда, где находился кабинет заведующего, и уже по дороге понял, что попал не вовремя. Какая-то суматоха царила в канцелярии зрелищной комиссии. Мимо бухгалтера пробежала курьерша со сбившимся на затылок платочком и с вытаращенными глазами. — Нету, 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 милые мои! — кричала она, обращаясь неизвестно к кому. — Пиджак и штаны тут, а в пиджаке ничего нету! Она скрылась в какой-то двери, и тут же за ней послышались звуки битья посуды. Из секретарской комнаты выбежал знакомый бухгалтеру, заведующий первым сектором комиссии, но был в таком состоянии, что бухгалтера не узнал и скрылся бесследно. Потрясенный всем этим бухгалтер дошел до секретарской комнаты, являвшейся преддверием кабинета председателя комиссии, и здесь окончательно поразился. Из-за закрытой двери кабинета доносился грозный голос, несомненно принадлежащий Прохору Петровичу, председателю комиссии. — Распекает, что ли, кого? — подумал сметенный бухгалтер и, оглянувшись, увидел другое. В кожаном кресле, закинув голову на спинку, безудержно рыдая с мокрым платком в руке, лежала, вытянув ноги почти до середины секретарской, личный секретарь Прохора Петровича, красавица Анна Ричардовна. Весь подбородок Анны Ричардовны был вымазан губной помадой, а по персиковым щекам ползли с ресниц черные потоки Раскиши краски. Увидев, что кто-то вошел, Анна Ричардовна вскочила, кинулась к бухгалтеру, вцепилась в лацко на его пиджака, Стала трясти бухгалтера и кричать. — Слава Богу! Нашелся хоть один храбрый! Все разбежались, все предали! — Идемте, идемте к нему! Я не знаю, что делать! И, продолжая рыдать, она потащила бухгалтера в кабинет. Попав в кабинет, бухгалтер первым делом уронил портфель, и все мысли в его голове перевернулись кверху ногами. И, надо сказать, было отчего. За огромным письменным столом с вассивной чернильницей сидел пустой костюм и необмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстухе, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы. Равно, как из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружен в работу и совершенно не замечал той кутерьмы, что царило кругом. Услыхав, что кто-то вошел, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича. — В чем дела? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю. Красавица-секретарь взвизгнула и, ломая руки, вскрикнула. — Вы видите, видите, нету его, нету! Верните его, верните! — Тут в дверь кабинета кто-то сунулся, охнул и вылетел вон. Бухгалтер почувствовал, что ноги его задрожали, и сел на краешек стула, но не забыл поднять портфель. Анна Ричардовна прыгала вокруг бухгалтера, терзая его пиджак, и вскрикивала. — Я всегда, всегда останавливала его, когда он чертыхался! Вот и дочертыхался! Тут красавица подбежала к письменному столу и музыкальным нежным голосом, немного гнусавым после плача, воскликнула. — Проша, где вы? — Кто вам тут Проша? — осведомился надвенный костюм, еще глубже заваливаясь в кресле. — Не узнает, меня не узнает, вы понимаете! — зарыдала секретарь. — Попрошу не рыдать в кабинете! — уже злясь сказал вспыльчивый костюм в полоску и рукавом подтянул к себе свежую пачку бумаги с явной целью поставить на них резолюции. — Не могу! Не могу видеть этого! Нет! Не могу! — закричала Анна Ричардовна и выбежала в секретарскую, а за ней, как пуля, вылетел и бухгалтер. — Вообразите! Сижу! — рассказывала, трясясь от волнения Анна Ричардовна, снова вцепившись в рукав бухгалтера. И входит кот, черный, здоровый, как бегемот, и я кричу ему — брысь! Он вон, а вместо него входит толстяк, тоже с какой-то кошачьей мордой, и говорит — это что же вы, гражданка, посетителям брысь, кричите? И прямо шасть к Прохору Петровичу! Я, конечно, за ним кричу, вы с ума сошли! А он наглец прямо к Прохору Петровичу и садится против него в кресло. Ну, тот, он добрейший души человек, но нервный, вспылил. Не спорю, нервозный человек, работает как волк, вспылил. Вы чего, говорит, без доклада влезаете? А тот, нахал, вообразите, развалился в кресле и говорит, улыбаясь, я, говорит, с вами подельцу пришел потолковать. Прохор Петрович вспылил опять-таки, я занят, а тот, подумайте, только отвечает, ничем вы не заняты, а? Ну, тут, конечно же, терпение Прохора Петровича лопнуло, и он вскричал, да что же это такое, вывезти его, вон, черти б меня взяли. А тот, вообразите, улыбнулся и говорит, черти чтоб взяли, а что ж, это можно. И трах, я не успела вскрикнуть, смотрю, нету этого с кошачьей мордой, и си, сидит костюм. Распялив, совершенно потерявший всякие очертания рот, завыла Анна Ричардовна. Подавившись рыданием, она перевела дух, но понесла что-то уж совсем несообразное, и пишет, 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 с ума сойти, по телефону говорит, костюм. Все разбежались, как зайцы. Бухгалтер только стоял и трясся. Но тут судьба его выручила. В секретарскую спокойной деловой походкой Входила милиция в числе двух человек. Увидев их, красавица зарыдала Еще пуще тыча рукою в дверь кабинета. — Давайте не будем рыдать, гражданка, — Спокойно сказал первый. А бухгалтер, чувствуя, что он здесь совершенно лишний, Выскочил из секретарской И через минуту уже был на свежем воздухе. В голове у него был какой-то сквозняк, Гудело, как в трубе, И в этом гудении слышались клочки Капельдинерских рассказов о вчерашнем коте, Который принимал участие в сеансе. — Эге-ге, да уж не нашли это котик! Не добившись толку в комиссии, Добросовестнейший Василий Степанович Решил побывать в филиале ее, Помещавшемся в Ваганьковском переулке. И чтобы успокоить себя немного, Проделал путь до филиала пешком. Городской зрелищный филиал помещался в облупленном от времени особняке в глубине двора, И знаменит был своими парфировыми колоннами в вестибюле. Но не колонны поражали в этот день посетителей филиала, А то, что происходило под ними. Несколько посетителей стояли в оцепенении и глядели на плащущую барышню, Сидевшую за столиком, на котором лежала специальная зрелищная литература, Продаваемая барышней. В данный момент барышня никому ничего не продавала из этой литературы, И на участливые вопросы только отмахивалась, А в это время и сверху, и снизу, и с боков, Из всех отделов филиала сыпался телефонный звон По крайней мере двадцати надрывающихся аппаратов. Поплакав, барышня вдруг вздрогнула Истерически крикнула «Вот опять!» И неожиданно запела дрожащим сопрано «Славное море! Священный Байкал!» Курьер, показавшийся на лестнице, Погрозил кому-то кулаком и запел вместе с барышней Незвучным тусклым баритоном «Славим корабль, амулевая бочка!» Голосу курьера присоединились дальние голоса, Хор начал разрастаться, И, наконец, песня загремела во всех углах филиала. В ближайшей комнате номер шесть, Где помещался счет на проверочный отдел, Особенно выделялась чья-то мощная с хрипотцой октава. Аккомпанировал хору усиливавшийся треск телефонных аппаратов. «Эй, баргузин!» Пошевеливый вал! Орал курьер на лестнице. Слезы текли по лицу девицы, Она пыталась стиснуть зубы, Но рот ее раскрывался сам собой, И она пела на октаву выше курьера. «Молодцу быть, недаличка!» Поражало безмолвных посетителей филиала То, что хористы, рассеянные в разных местах, Пели очень складно, Как будто весь хор стоял, Не спуская глаз невидимого дирижера. Прохожие в Ваганьковском Останавливались у решетки двора, Удивляясь веселью царящему филиале. Как только первый куплет пришел к концу, Пение стихло внезапно, Опять-таки как бы по жезлу дирижера. Курьер тихо выругался и скрылся. Тут открылись парадные двери, И в них появился гражданин В летнем пальто, Из-под которого торчали полы белого халата, А с ним милиционер. «Примите меры, доктор, умоляю!» Истерически крикнула девица. На лестницу выбежал секретарь филиала, И, видимо, сгорая от стыда и смущения, Заговорил, заикаясь. «Видите ли, доктор, У нас случай массового какого-то гипноза. Так вот, необходимо!» Он не докончил фразы, Стал давиться словами, И вдруг запел тенором «Шилка и Нерчинск!» «Дурак!» Успела выкрикнуть девица, Но не объяснила, кого ругает, А вместо этого вывела насильственную руладу И сама запела прошилку и Нерчинск. «Держите в руках! Перестаньте петь!» Обратился доктор к секретарю. По всему было видно, Что секретарь сам бы отдал что угодно, Чтобы перестать петь. Да перестать-то он не мог, И вместе с хором Донес до слуха прохожих в переулке Весть о том, Что в дебрях его не тронул Прожорливый зверь, И пуля стрелков не догнала. Лишь только куплет кончился, Девица первая получила порцию валерьян для от врача, А затем он побежал за секретарем к другим Поить их. «Простите, гражданочка!» Вдруг обратился Василий Степанович к девице. «Кот к вам, черный, не заходил?» «Какой там кот!» В злобе закричала девица. «Осел у нас в филиале сидит! Осел!» И, прибавив к этому, «Пусть слышит! Я все расскажу!» Действительно рассказала о том, Что случилось. Оказалось, Что заведующий городским филиалом В конец разваливший Облегченные развлечения, По словам девицы, Страдал манией организации Всякого рода кружков. «Очки втирал начальству!» Орала девица. В течение года Заведующий успел организовать Кружок по изучению Лермонтова, Шахматно-шашечный, Пинг-понга И кружок верховой езды. К лету угрожал организации Кружка гребли на пресных водах И кружка альпинистов. И вот сегодня, В обеденный перерыв, Входит он, Заведующий, И ведет под руку Какого-то сукина сына, Рассказала девица. Неизвестно откуда взявшегося, В клетчатых брючонках, В треснувшем пенсне, И рожа совершенно невозможная. И тут же, По рассказу девицы, Отрекомендовал его Всем обедающим В столовой филиала, Как видного специалиста По организации Хоровых кружков. Лица будущих альпинистов Помрачнели, Но заведующий тут же Призвал всех к бодрости, А специалисты пошутил И поострил, И клятвенно заверил, Что времени пение Берет самую малость, А пользы от этого пения, Между прочим, Целый вагон. Ну, конечно, Как сообщила девица, Первыми выскочили Фанов и Косарчук, Известнейшие филиальские Подхалимы, И объявили, Что записываются. Тут остальные служащие Убедились, Что пение не миновать, Пришлось записываться Им в кружок. Петь решили В обеденном перерыве, Так как все остальное время Было занято Лермонтовым и шашками. Заведующий, Чтобы подать пример, Объявил, Что у него тенор, И далее все пошло, Как в скверном сне. Клетчатый специалист Хармейстер проорал До, Миссоль, До! Вытащил Наиболее застенчивых Из-за шкафов, Где они пытались Спастись от пения. Косарчуку сказал, Что у того Абсолютный слух, Заныл, Заскулил, Просил уважить Старого регента Пивуна, Стукал Камертоном По пальцам, Умоляя Грянуть Славное море. Грянули И славно Грянули. Клетчатый Действительно Понимал свое дело. Допели Первый куплет. Тут Регент Извинился, Сказал, Я на минутку. И Исчез. Думали, Что он действительно Вернется Через минуту. Но прошло И десять минут, А его нету. Радость Охватила Филиальцев. Сбежал. И вдруг Как-то Сами собой Запели Второй Куплет. Всех Повел За собой Косарчук, У которого, Может быть, И не было Абсолютного Слуха, Но был Довольно Приятный Высокий Тенор. Спели. Регента Нету. Двинулись По своим Местам. Но Не успели Сесть, Как против Своего Желания Запели. Остановиться Не тут-то Было. Помолчат Минуты Три И опять Грянут. Помолчат Грянут. Тут Сообразили, Что беда. Заведующий Заперся у себя В кабинете И отцраму. Тут Девицын Рассказ Прервался. Ничего Валерьянка Не помогла. Через Четверть Часа К решетке В Ваганьковском Подъехали Три Грузовика И на Них Погрузился Весь Состав Филиала Во Главе С Заведующим. Лишь Только Первый Грузовик Качнувшись В воротах Выехал В переулок Служащие Стоящие На платформе И держащие Друг друга За плечи Раскрыли Рты И весь Переулок Огласился Популярной Песней. Второй Грузовик Подхватил А за ним И третий. Так И поехали. Прохожие Бегущие По своим Делам Бросали На грузовики Лишь беглый Взгляд Ничуть Не удивляясь И полагая Что это Экскурсия Едет За город. Ехали Действительно За город. Но только Не на экскурсию. А в клинику Профессора Стравинского. Через полчаса Совсем Потерявший Голову Бухгалтер Добрался До финзрелищного Сектора. Надеясь Наконец Избавиться От казенных Денег. Уже Ученый Опытом Он прежде всего Осторожно Заглянул В продолговатый Зал, Где Заматовыми Стеклами С золотыми Надписями Сидели Служащие. Никаких Признаков Тревоги Или безобразие Бухгалтер Здесь Не обнаружил. Было Тихо, Как и полагается В учреждении. Василий Степанович Сунул голову В то окошечко, Над которым Было написано Прием Сум. Поздоровался С каким-то Незнакомым Ему Служащим И вежливо Попросил Приходный Ордерок. А вам Зачем? Спросил Служащий В окошке. Бухгалтер Разумился. Хочу сдать Сумму. Я Извари Те. Одну Минутку Отведел Служащий И мгновенно Закрыл Сеткой Дыру В стекле. Странно Подумал Бухгалтер. Изумление Его было Совершенно Естественно. Впервые В жизни Он встретился С таким Обстоятельством. Всем Известно Как Трудно Получить Деньги. К этому Всегда Могут Найтись Препятствия. Но В Тридцатилетней Практике Бухгалтера Не было Случа Чтобы Кто-нибудь Будь то Юридическое Или частное Лицо Затруднялся Бы Принять Деньги. Но Наконец Сеточка Отодвинулась И Бухгалтер Опять Прильнул К окошечку. А У вас Много Ли? Спросил Служащий. Двадцать Одна Тыща Семьсот Одиннадцать Рублей. Ого! Почему-то Иронически Ответил Служащий И Протянул Бухгалтеру Зеленый Листок. Хорошо Зная Форму Бухгалтер Мигом Заполнил Его И Начал Развязывать Веревочку На пакете. Когда Он Распаковал Свой Груз В Глазах У Него Зарябило. Он Что-то Промычал Болезненно. Перед Глазами Его Замелькали Иностранные Деньги. Тут Были Пачки Канадских Долларов, Английских Фунтов, Голландских Гульденов, Латвийских Лад, Эстонских Крон. Вот Он Один Один Из Этих Штукарей Из Варьете Послышался Грозный Голос Над Он Немевшим Бухгалтером. И тут же Василия Степановича Арестовали. Продолжение следует...